Очень часто, рассматривая жизнь разделенной Германии, люди делают простые выводы из сложных процессов. Многие деятели культуры и публицисты внедрили в сознание своих потребителей убежденность в том, что ГДР была обителью зла, в то время как политика и государственные устройства ФРГ оставались единственным путем для восточного немца благополучный цивилизованный мир. Но что не так с этим суждением? Аргументы в пользу подобной парадигмы просты и понятны каждому. Это ГДР построила стену, разделив Берлин на две части. Это ГДР организовывала слежку за своими гражданами. Кто же не слышал о штазе? Из ГДР ФРГ выехать было сложнее, чем наоборот. Следовательно, ГДР удерживал своих граждан. Напрашивается аналогия с тюрьмой. Но, как очень часто это бывает, в подобном упрощении кроется значительная доля манипуляции. Я попробую рассмотреть некоторые моменты из внутренней жизни двух Германий и показать то, что, возможно, рядовой зритель не знал. Сразу скажу, что подбор фактов в этом ролике согласно его цели будет несколько несправедливым по отношению к ФРГ. Дело в том, что о несовершенствах ГДР среднему зрителю известно гораздо больше, чем о несовершенствах ФРГ. Стоит сказать, несовершенство одного режима слабо оправдывает несовершенство режима другого. Нужно понимать, что Восточная и Западная Германия – это неравные субъекты экономической деятельности. Равенство в населении, территориях, промышленных мощностях было далеко не в пользу социалистической Германии. Кроме того, даже та небольшая промышленная база, что существовала в Восточной Германии после Второй мировой, была рассчитана на сырьевую базу, железо и уголь Западной Германии. В этих условиях руководство ГДР осознавало – разделение невыгодно в первую очередь Востоку. Советский Союз также не был заинтересован в содержании этого региона и был согласен на объединение Германии при условии неприсоединения к каким-либо военным блокам. И ГДР пыталась принять меры по объединению несколько раз, но когда дело дошло до мнения руководства ФРГ, то причины для отказа доходили до смешного. Коннор Тетенауэр, руководитель Западногерманского государства, отвечал Отто Гротеволю, руководителю Восточного Германии, что переговоры не могут пройти успешно, поскольку в ФРГ отсутствует Министерство иностранных дел. Это ну как если бы Сталин отказался защищаться от нацистов, потому что в СССР отсутствовало Министерство обороны. В конце концов Гротеволь выработал конкретные предложения по объединению на равных условиях, созданию объединенного временного правительства, которое бы подготовило общегерманские выборы. Предложение Гротеволь выразил в открытом письме Аденауру. В своих воспоминаниях многие из руководителей Восточно-германского государства писали, что по их мнению правительство ФРГ просто не сможет отказаться от таких условий. И общественное мнение было на стороне предложений из ГДР. Согласно данным Института опроса общественного мнения в Валенсбахе, в декабре 1950 года 49% опрошенных на вопрос «Должен ли Аденауру согласиться на предложение Гротеволя?» ответили «Да». 27% «Нет», 14% были в нерешительности и 10% не имели никакого мнения по этому вопросу. В ответ Аденауру выданил ГДР требование объявить недействительным договор о границе между ГДР и Польшей, чтобы провести общегерманские выборы и на тех территориях, которые отошли Польшу после Второй мировой. Напомню, что Польша после Второй мировой войны получила от Германии значительные территории, в том числе был ликвидирован анклав в Восточной Пруссии. А ведь именно он стал в свое время поводом для начала этой войны. Две трети этого анклава отошли Польше, а одна треть – Советскому Союзу. Сегодня на этой одной трети расположена Калининградская область. Народная палата ГДР была согласна обсудить и эти явно провокационные условия, о чем сообщил Аденауру, но ответа не последовало. Попутно Аденауру пытается провести ремилитаризацию ФРГ. Чуть позже из ФРГ в ГДР бежит первый президент Федеральной службы защиты Конституции Германии и расскажет, что при Аденауру бывшие нацисты занимают множество важных постов, а в Федеральную службу защиты Конституции активно принимаются бывшие гестаповцы. Итого у нас есть. Германский канцлер, который активно пытается снять со своей страны ограничения на вооружение, после пересмотреть границу с Польшей, да еще и имеет нацистов на важных постах. Ничего не напоминает? Эту аналогию, кстати, не я придумал. Английский посол в Бонни, когда услышал требования Аденаура о пересмотре польской границы, был явно не очень доволен. Я в шутку спросил Аденаура, не хочет ли он еще Данцикский коридор? Напоминаю, требования Гитлера этого коридора и стало поводом для начала войны. После СССР и ГДР шли на все больше и больше уступки ради объединения Германии. Аденаур требовал, чтобы во временном правительстве, которое должно было подготовить выбор, не было равенства между Германиями, а у ФРГ было бы большинство. ГДР с этим согласились. Аденаур выдвинул 14 правил будущих всеобщих выборов, среди которых было международное наблюдение за выборами, их открытость и недопущение участия в них запрещенных партий. Аденаур готовил запретком партии. Руководство ГДР согласилось и с этим. После Аденаур потребовало, чтобы вопрос об общегерманских выборах был перенесен на трибуну ООН и чтобы внешнеполитические обязательства ФРГ перегли на объединенную Германию. Тут стало понятно, что Аденаур просто тянет время до подписания договора о создании европейского оборонительного сообщества. По факту объединенная армия Западной Европы, в которую должна была войти ФРГ. А после Аденаур и вовсе желал вступить в НАТО, что и сделал в 1954 году. Именно это действие похоронило шанс на объединение двух Германий. Думаю, мало кто может обвинить в этом СССР или ГДР. Лучше пол Германии, но полностью, чем всю Германию, но наполовину. Эта цитата приписывается Конорду Аденауру. А со стеной все гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Казалось бы, все просто. Жители ГДР не хотели жить в коммунистическом аду и бежали в капиталистический рай. Поэтому руководство ГДР построило абсолютно незаконную и античеловечную стену. Среди причин постройки Берлинской стены действительно было голосование ногами, то есть проблема миграции из ГДР. Но она была не единственной. Западный Берлин к 1961 году стал представлять для ГДР смертельную опасность. Напомню, что Западный Берлин это анклав внутри ГДР. Удивительная возможность проехать на метро из одной страны в другую. Тут нужно еще кое-что пояснить. Принцип ценообразования в рыночной экономике не позволяют товару долгосрочно иметь цену ниже себестоимости. Ведь в таком случае производитель просто разорится. В то же время в плановой экономике некоторые товары могли долгое время продаваться ниже себестоимости. Просто потому, что государство считает, что эти товары должны быть доступными. Независимо от рыночных тенденций. Так, в СССР цена хлеба была ниже его себестоимости на 25%. Говядина на 74%. Молока на 61%. Птицы на 36%. Западногерманский предприниматель мог приехать в Восточный Берлин, купить дешевых товаров и продать их в ФРГ. Дело ему облегчал очень выгодный курс марки ГДР по отношению к ФРГ. А сами жители Восточного Берлина зачастую просто не успевали купить товар. Из-за чего им самим приходилось ехать в Западный Берлин и возможно покупать те же товары там, но уже по новой цене. Огромное количество людей работало на территории Западного Берлина, а проживало в Восточной части. Этих людей называли Гренцгенгеры. Учитывая вышеупомянанную разницу между курсом марок ФРГ и ГДР, эти люди получали значительные доходы за счет того, что коммунальные платежи, платы за социальные нужды и прочее были рассчитаны на заработную плату жителя ГДР. Следовательно, были гораздо ниже. А эти граждане получали деньги как жители Западного Берлина, в котором граждане тратили на ранее указанные нужды гораздо больше средств. В этих условиях руководство Восточным Берлином обратилось к своим западным коллегам с предложением платить и гражданам заработную плату в марках ГДР, но от этого не последовало. Тогда ГДР поступило проще. Гренцгенгерам предписали платить за все социальные и коммунальные услуги в западных марках, но это тоже не было похоже на постоянное решение. Предполагается, что если бы основной и единственной причиной миграции стал бы более высокий уровень жизни в Федеративной Республике, то стена была бы построена в период с 45 по 60 год. Но вот нарастающая угроза войны между США и СССР побуждала миграцию усиливаться. Если в июне 61 ФРГ через Берлин ушли 19 тысяч граждан ГДР, то в июле уже 30 тысяч 500. США начинают разработку плана войны, который заключался в том, чтобы ввести в ГДР несколько дивизий и броситься на соединение с западным Берлином. Абсурдным считал такой военный сценарий министр обороны ФРГ Штраус. Он не понимал, почему американцы уверены, что будущая война будет вестись ограниченными силами и только вдоль автобана Хельмштетт, границы ФРГ и Берлин. Но министру обороны ФРГ стало окончательно не по себе, когда он узнал, что США планируют сбросить на территорию ГДР атомную бомбу. Позднее Штраус писал в мемуарах, что, к счастью, такие планы 13 августа 1961 года, когда ГДР установило в Берлине нормальный пограничный режим, превратились в ничто. К протестам власти ФРГ подходили не намного гуманнее, чем их восточно-германские коллеги. Так, в 1967 в ФРГ с визитом прибывает иранский шах Мухаммед Резапих Леви. Перед его приездом в германской прессе публикуются статьи о пытках, которым подтвергают иранских политзаключенных. И это не только банальные избиения или пытка током, но и более экзотические вещи, скажем, сдирание кожи живьем или поджаривание на решетке над огнем. Активисты студенческого движения рассматривают шахский режим как фашистский. А помощь шаху, как помощь фашизму, начинаются протестные демонстрации. На одной из них, проходившей 2 июня, полицейский убивает 23-летнего студента-теолога из Ганновера Бенна Анезорга. Анезорг не был политактивистом и попал на демонстрацию, можно сказать, случайно. И этого оказалось достаточно, чтобы его убить. К слову, у него осталась беременная жена. Власти ФРГ обвинили в гибели студента организаторов митинга. Вскоре в одного из организаторов будет стрелять правый радикал. Такая вот демократия по-западно-германски. Изначально правительство ФРГ давало коммунистам свободно существовать. Было лишь два простых условия. Непризнание ГДР и отсутствие связи с социалистической единой партией Германии, правящей партией ГДР. Но так не могло продолжаться долго. В 1956 году коммунистическая партия Германии запрещается. Интересно, что коммунисты ФРГ были лишены права получать компенсационные выплаты, выплачиваемые жертвам нацистских концлагерей. А не секрет, что с 1933 по 1945 годы очень многие коммунисты, знаете, прошли через эти лагеря. Обращаю внимание, что партия до 1956 года была разрешена. Следовательно, эти граждане еще не нарушали закон, но уже подвергались репрессиям. Лишь в 1961 году Конституционный суд Германии разъяснил, что членство в Компартии до запрета не может являться ей открытым коммунистом, вы вполне себе могли лишиться этих выплат. Федеральное министерство по защите Отечества после 1963 года, Федеральный центр политического образования, всеми силами боролся с коммунистическими идеями путем пропаганды. Именно это министерство создавало в прессе нужный фон во время суда над коммунистической партией. Интересно, что среди директората колледжа по восточным вопросам, созданного этим министерством, были люди, которые реализовывали так называемую народную политику нацистской Германии. Дирк Хоффман в своей работе «Западная политика ГДР и повседневный антикоммунизм в Федеративной Республике» приходит к выводу, что антикоммунизм стал фактически государственной доктриной Бондской Республики и служит для выдворения сторонников немецкой коммунистической партии. На самом деле, несмотря на невероятно неудачное по сравнению с ФРГ экономическое положение, в ГДР все было не так плохо. Если ФРГ, а ее темпы роста в разы превосходили показатели Великобритании и Франции, увеличивла с 1950 по 1958 год выпуск промышленной продукции на 210%, то ГДР на 241%. Средний ежегодный прирост промышленного производства в ГДР с 50 по 58 составлял 10%, а в ФРГ 8,5%. В 57-м ГДР обошла ФРГ по объему роста промышленности в сравнении с 1936 годом. Это все относительные цифры. В абсолютных ФРГ лидировала, так как изначально имела гораздо лучшую экономическую базу. Учитывая практически полное отсутствие внешних валютных кредитов, СССР их предоставлял, но не в таких объемах, как и США по плану маршала для ФРГ. Груз репараций ФРГ выплатила в меньшей степени и расходы по содержанию советских войск, они были ограничены 5% годового бюджета ГДР только после 1953. Экономические достижения ГДР в 50-е можно назвать феноменальными. На одни только социальные пособия, материнские, по старости, инвалидности и так далее, в ГДР уходило по 15,5% от бюджета. При этом пенсионный возраст в 70-х годах прошлого века в ГДР был таким же, как в современной России, 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Была полностью ликвидирована безработица, а после объединения безработица в Восточном Германии стремительно выросла. К 89-му году социальным страхованием было охвачено примерно 90% населения республики. К 68-му более 60% всех семей в ГДР имели телевизор. К началу 70-х у 15,5% семей был автомобиль. С 80-го по 89-й год экономика ФРГ выросла на 117%, а экономика ГДР на 127%. Нужно понимать, что опять же в абсолютных показателях ГДР все еще отставало. Благосостояние восточных немцев все еще отставало от благосостояния жителей ФРГ. Он оставался на достаточно высоком уровне. При этом большинство западных исследователей признает социальные заслуги ГДР, осуждая лишь политическое устройство страны. Так Штефан Лайфрид предложил термин авторитарное государство обеспечения. Клаус Шредер назвал ГДР тоталитарным государством обеспечения и присмотра. Беатрикс Бувье писала о диктатуре обеспечения, а Коннорд Ярауш придумал понятие заботливой диктатуры. Сам образ противостояния ГДР и ФРГ как противостояния добра со злом, человечного относить человечным является неверным. Возлагать вину в разделе Германии на ГДР, когда именно ФРГ отказался от объединения, глупо. Рассматривать Берлинскую стену как однозначное доказательство преступности режима ГДР является и вовсе абсолютно дилетантским подходом. Если правомерным для ГДР является наименование коммунистическая диктатура, то для ФРГ предлагается наименование антикоммунистическая диктатура. Сегодня бывшие граждане ГДР неоднозначно относятся к ФРГ. Так 70% населения бывших ГДР считает, что сегодняшнее государство не прислушивается к их мнению. И до объединения они чувствовали себя в большей безопасности. 58% опрошенных заявили, что в современной Германии они защищены от так называемого государственного произвола не лучше, чем во времена ГДР. А 52% недовольны тем, как в ФРГ работает демократия. Еще 56% респондентов не удовлетворены уровнем школьного образования. А 41% опрошенных не чувствует большей свободы, чем было в ГДР. ГДР изначально проект, который имел мало шансов на успешную реализацию. При этом СХПГ смогла обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни, пусть и не преуспев в этом так, как это сделало правительство ФРГ. Доказательство преимущества капитализма на примере ФРГ и ГДР, как это сегодня делают многие медийные фигуры, не является достаточно обоснованным. Все как обычно, к сожалению, для пропагандистов гораздо сложнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова